на кето было полтора года инсулин снизился до 4,6 сейчас уже 6 месяцев на карне инсулин поднялся до 9,5 кликированный гемоглобин тоже с 5,4 поднялся до 5,6 почему может быть такое повышение глюконеогенез или молочка вы пошли с кето на корневор на корневоре объективно глюконеогенез будет больше да потому что углеводов еще меньше а белка еще побольше а среди белка так скажем у белка потенциал превращаться сахарок через аминокислоты больше чем у жира у жира там глицерол где-то я встречал что есть такие исключения что есть некоторые жирные кислоты которые тоже могут превращаться сахар но я сам был удивлен это надо перепроверять поэтому снизив еще угли подняв еще белочек вы подняли уровень скорее всего кортизоль чека конечно нет смысла сдавать анализ но это первое что мы предполагаем а там такая история еще меньше углей еще больше норадреналин еще больше глюкогон еще больше кортизол они вместе все но особенно глюкогон плюс кортизол они вместе шпарят еще больше глюконеогенез печени в почках но особенно если вы подвижный человек спортом каким занимаетесь физкультурой или на ногах постоянно ходите или интенсивно думаете или у вас еще что может быть сон короче стал и выше уровень стресса что означает повышенную потребность кортизоле вот и тогда кортизол хронически повыше становится а раз он повыше значит он сахарок поддерживает что он вам нужен нервной системе вот в этой ситуации если она не получает его извне на производство энергии а что такой стресс стресс это когда энергию которую организм производит ее недостаточно для того чтобы превзойти этот стимул который пришел ну например вы без углеводов год пошли бегать и вы когда бежите чтобы чем быстрее бежишь тем больше нужно подавать энергии быстрой а жиры так не успевают вот на жираху бежите даете столько энергии а собрались бежать чтобы столько энергии вот быстрее бежите столько надо и тогда тренируется глюканал генез подключается чтобы вот это поддерживать вот так и даже глюканал генез может быть настолько хорошим мощным так сказать что он позволяет вам постепенно даже гликоген заполнять депо ну если вы не занимаетесь все вы занимаетесь тренируетесь мышцы там качаете и так далее бегаете у вас запасы гликогена все время полу истощенные на низко углеводов питания в вашем случае скорее всего предположил от глюканал генез а сахарок крови все-таки систематически стал выше молочка выпишите я не думаю что вот иногда было молочка ну что там молочка опять какая смотря молочко не думаю что этот вопрос системный плюс если у вас вырос вес может быть на корневоре тоже вес может вырасти всякое бывает если растет вес то растет и инсулина они как бы вместе взаимосвязаны падает вес падает инсулин хотя они всегда бывают исключения так что такой мы вам подробный ответ у вас гормональный фон поменялся из-за ограничений в питании будет ли это в долгосроке негативно вот хотя бы смотря черт с ним с инсулином там 9 и 5 мы до 10 его еще прощаем кетозник но гликированный поднялся с 5 и 4 до 5 и 6 вспомните один из прошлых стримов с цифры 49 сосуды начинают подгорать а это значит что вот у вас есть из 5 4 до 5 и 6 поднялся гликированный гемоглобин значит глюкоза в крови присутствует дольше чем раньше а дольше она присутствует почему потому что печень больше делает и потому что ткани стали избирательно чувствительны спасибо за ваше внимание смотрите расширенную версию этой лекции на моем канале ссылка доступна в описании к этому видео а также прямо сейчас у вас перед глазами в финальной заставке к этому ролику приятного и полезного вам изучения моего творчества